Своя народная полиция. Народные дружинники следят за порядком на улицах города. Такой вид помощи нашим доблестным правоохранителям, конечно, бесценен в Челябинске. Сотрудников, вошедших в добровольные народные дружины, инструктируют и обучают. Да, сейчас в Челябинской области трудятся около 80 дружин, и их количество намерены увеличить. У нас в гостях командир добровольной народной дружины Челябинцы Дмитрий Овсяников. Дмитрий, доброе утро. Здравствуйте. Доброе утро. Итак, скажите, пожалуйста, как стать дружинником, куда обращаться и кто вообще может стать дружинником? Ну, дружинником может стать гражданин Российской Федерации, достигший 18-летнего возраста. То есть это единственное ограничение? Нет, но он не должен стоять на лечебно-профилактическом учете, психонерологическом и наркодиспансерах. Не имеет судимостей, то есть и этого достаточно. Он должен прийти в любую добровольную народную дружину. Адреса и телефоны есть на сайтах районных городской администрации нашего города. Обратиться, написать заявление. То есть и после проверки и получения справок из наркодиспансеров, то есть получения инструктажа, он может выходить на охрану общественного порядка. А какие есть у вас права у дружинников и какие функции вы обязаны выполнять? Ну, все права и обязанности у нас прописаны в 44-м федеральном законе. Ну, сотрудник дружины должен быть честным, грамотным, то есть оказывать содействие. Полиция при выявлении, пересечении правонарушений. В общем, помогать, так скажем. Помогать, да, сотрудникам полиции в их нелегком труде. Есть ли какие-то, ну, я не знаю, или обязательные навыки, которые человек может иметь, или это дополнительный бонус при вступлении, например, в ряды дружины, ну, я не знаю, там, мастер спорта по какому-нибудь единоборству, по стрельбе, еще что-то? Нет, то есть для того, чтобы стать дружинником, не обязательно быть, быстро бегать, то есть сильно бить или, то есть стрелять, здесь, то есть нужно быть просто активным, то есть именно социально активным гражданином, который хочет, ну, сделать наш город как можно лучше, чище, ну, и безопаснее. Так, вот смотрите, с одной стороны понятно, чем, кто может вступить и чем занимаются дружинники, да? Вопрос, что им это дает? Ну, давайте так, переводя на совсем понятный язык, есть ли какие-то, я не знаю, бонусы? Зарплата, льготы. Зарплата, льготы. Верите, нет, как бы нам этого хотелось, да, но, то есть пока мы еще не можем этого получить. Нес у нас в бюджете города таких возможностей, но все равно город нам помогает, то есть по мере возможности мы получаем постоянно билеты на различные, там, кино, различные спортивные, массовые мероприятия, то есть интересные спортивные, то есть все спортивные мероприятия, то есть мы всегда обеспечены билетами, то есть хоккей, что-то еще проводится. А вот вы, Дмитрий, вы сколько уже вот в этой вот дружине? Наша дружина первая, созданная в городе официально, то есть уже два с половиной года, с весны 15-го года. Будете продолжать, не будете уходить, вам нравится? Конечно, конечно. Мне просто нравится. А вот перейти в ряды уже полиции как-то не хотите или нет? Если вы уже два с половиной года дружинник? Нет, нет, мне уже поздно, но, то есть это тоже, заметьте, как одна из льгот студенты высших и среднепрофессиональных учебных заведений, которые обучаются на юридических факультетах или имеют юридическую направленность и могут участие в доброй дружинах зачитываться как практика. Отлично. Ну и, наверное, движемся к финалу. Ну, то есть мы поняли, что все дружинники, они, по сути, альтруисты свои, да, то есть прямой выгоды они с этого не имеют? У нас есть от города и от области у нас есть поощрения финансовые, то есть которые периодически, но это особо отличившись на дружинникам, то есть по выбору. То есть человек должен на самом деле, то есть он должен посещать, должен ходить и должен быть заинтересован. Хотя прямая заинтересованность, это на самом деле, это твой двор, это твоя улица, то есть твой город. Сколько человек в вашей дружине? У нас сейчас порядка 150 человек. В вашей? А вообще дружин сколько по городу? В городе у нас, по-моему, 13 дружин. Отлично. Мы вас тоже все равно поздравляем с этим праздником. Я думаю, что вы имеете непосредственно... Спасибо прямое. И хочу поздравить наших друзей полицейских. То есть добрым словом вспомнить о них, потому что чаще всего мы про них вспоминаем, когда нам плохо. Поэтому с праздником вас... Давайте вспомним, когда хорошо. Да. Спасибо. Мы присоединяемся к поздравлениям, говорим большое спасибо за интересную беседу. И напоминаем, у нас в гостях был командир доблестной народной дружины добровольной челябинцы Дмитрия Овсяникова.